С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. В столице региона прошел съезд регионального общественного движения Ассоциация Неницкого народа Ясавэй. Раз в три года делегаты съезжаются со всех уголков округа, чтобы поговорить о проделанной работе, достигнутых успехах и избрать новый состав органов управления. Нынешний съезд стал одиннадцатым в истории существования Ясавэй. Я помню первый съезд, был еще в старом ДК Культуры. Люди, чтобы попасть на съезд, приносили из дома стулья. Вот какая была вера в то, что создав ассоциацию, будут решаться вопросы и в области оленеводства, язык, культура. Ассоциация Неницкого народа Ясавэй была образована 12 декабря в далеком 1989 году. В этот же день Ангелина Ордеева была избрана первым ее президентом. Как и 26 лет назад, главной задачей общественного движения Ангелина Сергеевна считает сохранение и развитие неницкого языка и национальной культуры. Я считаю, что все-таки надо возрождать преподавание неницкого языка в педагогическом колледже. Пусть будет три человека, пусть будет пять человек. Нужны научные кадры. Мы безмерно благодарны Марии Яковлевне Барниче. Ну вот, человек не вечен на земле, а на смену кто придет? Вопросительный знак. Проблема сохранения и развития неницкого языка, о которой говорит Ангелина Ордеева, сегодня решается совместно с органами исполнительной власти региона. В ходе работы съезда губернатор округа Игорь Кошин напомнил об одном из последних результатов – возрождении программы по изучению неницкого языка в школах. В минувшем году они, наконец, получили пособие, выпущенное издательством просвещения, специально для нашего округа. Также были оборудованы специализированные классы. Глава региона выразил надежду, что это подтолкнет молодое поколение к изучению языка своих предков. Важный язык не только сохранить, но и развивать, отметил губернатор. Кроме вопросов сохранения языка и культуры, Ассоциация ЕСАВЭ работает над решением проблем социально-экономической жизни неницкого народа. Ассоциация имеет право вносить на рассмотрение собрания депутатов проекты законов, которые подлежат обязательному рассмотрению и принятию. Общественное движение Ассоциации ЕСАВЭ сегодня, в соответствии с уставом неницкого автономного округа, имеет право законодательной инициативы собрать депутатов. Кроме того, представители Ассоциации имеют право участвовать в обязательных общественных слушаниях нормативно-правовых актов по вопросам реализации прав коренных малочисленных народов, проживающих на территории округа. Кстати, ЕСАВЭ в переводе с неницкого означает «проводник, знающий местность». Опыты, знания членов движения, их работа в законодательной и исполнительной власти округа служат базой для принятия решений, влияющих на качество жизни коренного населения, уверены глава региона Игорь Кошин. Кульминация съезда Ассоциации ЕСАВЭ стала избранием Национального округа. нового президента. Искать пути решения общих проблем, возглавлять движение неницкого народа по защите его законных прав и интересов в ближайшие три года будет Юрий Хатанзейский. Он стал седьмым президентом в истории регионального общественного движения Ассоциации Неницкого народа ЕСАВЭ. Ему предстоит продолжать большое дело. И, как справедливо отметила первый президент Ассоциации ЕСАВЭ, Ангелина Ордеева, самое важное, что должно помогать в этом нелёгком пути – это историческая память. Память о своём роде и предках. Мы все вышли откуда? Из тундры. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Свыше 50 оленеводов и чумработниц из СПК ЕРФ и ХАРП, семей народовых общин ВУТУ и ЛУМТ и НЕРУТА приняли участие в соревнованиях «Семенхат Миретам» – самый быстрый. Состязания оленеводов стали девятыми по счёту, включив в программу гонки на оленях и северное многоборье. Дмитрий Вылко участвует в «Семенхат Миретам» уже пятый раз. Он считает, что для победы нужны хорошие олени. Самое главное – вот вожак. Самое главное. И самое главное, чтобы подобранные пилеи были. От этого зависит вся гоночная стресса, адреналин, считаешься. А так обучаем мы их годами. Два-три года обучаем, чтобы их дефицитировать, чтобы на этих гонках он участвовал. Прежде чем вывести упряжку на старт, каждому участнику соревнований нужно испытать себя в национальных видах спорта. Тройной национальный прыжок – совершенно необходимое умение для каждого оленевода. В этом виде победителем стал Владимир Литков из СПК «Ерв». Прыжки через нарты считаются одним из сложных видов соревнований. Тут требуется выносливость и сила. И здесь лучшим стал представитель «Ерва» Владимир Вылко. И, наконец, любимый всеми вид – метание тензея на точность. В этом году тензей забрасывали на головку нарт. Самым метким оказался Иван Литков – оленевод из СПК «Ерв». А дальше всех тензей метнул Алексей Литков, представитель СПК «Ерв». В этом году из соревнований исключили бег у мужчин и женщин. Отказались организаторы от метания топора. Это очень технический вид, для которого нужна большая площадка. Топор иногда улетает за 150 и за 200 метров. Качгартинская курья хоть и большая, но по командному зачету оленеводы СПК «Ерв» вышли в победители. Олег Литков считает, что в процессе подготовки к соревнованиям мелочи не бывает. Мы принимаем каждый год участие, кроме прошлого года. А вот почему в прошлый год? По причине того, что у нас была вспышка в хозяйстве «Ерв» и были недопущены соревнованиями. А вы принимаете участие только в гонках или еще в северном многоборье? Я многоборье принимаю в Тензей. А у вас как результаты вы занимали? Как первое место, второе, третье? Да, я занимал по Тензее, второе место занимал. А по гонкам? По гонкам тоже второе занимал. А может, еще кто-то из «Ерва» вы знаете, чтобы занимали первое, второе место? У нас есть такие люди, которые тоже занимали места. А может, и называть их? Ну, кто нас занимал, потому что я забыл в те годы, в задние годы. Ну, а как вы считаете, вот это популярно сейчас северное многоборье? Северное многоборье популярно, но сделали мало этих, как его, конкурсов. Конкурсов, а? Да. Люди готовились, одевались нормально. А после готовились, одевались? Ну как, это национальная одежда, все равно по-любому нужно ее носить на праздник. Сейчас тем более погода. А вот у вас национального, например, что у вас? У меня все национальное. Все национальное? Ну, ну, кроме вот химчулков. После обязательных соревнований в национальных видах, участники стали готовиться к самому зрелищному этапу соревнований – гонкам на оленьях-упряжках. У нас записилось сегодня 48 участников, 48 участников. Это будет порядка 40 упряжек, 40 упряжек. Здесь, скорее всего, 5 заездов по 8 упряжек. Из каждого заезда по 2 упряжки. И финал попадает в 10 упряжек. Спортсменам предстояло сначала выступить в 5 отборочных заездах, где из каждого финальные попали двое лучших. На старт выходили по 8 упряжек. Как правило, победители сразу вырываются вперед. Причем первых от вторых отделяют считанные метры. Но случаются и казусы. Каждый заезд определил по двум лучшим гонщикам, которые встретились в финальном заезде. Самым быстрым стал представитель семейно-родовой общины ВИТУ Андреев Тысый. Главную награду соревнований и звание самой быстрой получила Екатерина Литкова, чумработница из СПК ЕРФ. Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, Телеканал Север. По пути олено-транспортных эшелонов сегодня в Нарьинмаре стартовал второй лыжный переход. За пять дней его участники, в числе которых студенты СГК, пройдут ориентировочно 150 километров. В рамках путешествия лыжники посетят пять населенных пунктов при Печоре, откуда на фронт уходили наши земляки. Переведут в порядок обелиски Победы и проведут торжественные митинги. Студент социально-гуманитарного колледжа Евгений Зырянов долго не раздумывал, когда ему предложили стать участником второго лыжного перехода, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. И действительно, поход протяженностью около 150-180 километров – хороший способ испытать силу и выносливость. На пути путешественников пять населенных пунктов Нижнепечорья – Нарыга, Антик, Нельминос, Куя и Никицы. В каждом – остановка, во время которой лыжникам предстоит не только набраться сил для дальнейшего путешествия. Ребята отправляются по деревням Нижнепечорья, где будут проходить небольшие мини-митинги, будут возлагаться венки, проводится краеведческая работа, подготовка памятников 9 мая. Подобный переход стал вторым. В прошлом году по этому маршруту прошли студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. В этом пришла очередь обучающихся в социально-гуманитарном колледже. Все путешественники на лыжах, а за спиной у каждого небольшой рюкзак. Остальные вещи, включая съестные припасы, отправятся до ближайшей остановки в Нарыге на снегоходе вместе с группой сопровождения. У нас есть группа сопровождения, которая обеспечивает питание, обеспечивает проживание, ну все обеспечивает. Эвакуацию на случай экстренный. Задача ребят – идти, потому что переходы, они, конечно, не очень большие, но легкими их не назовешь. Перед выходом на лыжню – последние приготовления и напутственные слова от организаторов. А ровно через пять дней на этом же месте предстоит встреча студентов-путешественников, за плечами которых будет почти 200 километров пути и масса новых впечатлений, которые помогут в том числе и Евгению Зырянову испытать себя и, возможно, изменить свое будущее. За сохранение традиции и здоровый образ жизни в Андике прошли межмуниципальные соревнования по подлёдному рыболовству. На андикскую рыбалку 2016 съехались 22 участника из Наринмара, Нельминоноса и Рыболовецкой деревни. С 2011 года спортивная рыбалка стала визитной карточкой муниципального образования. Валентина Чибичек наблюдала за процессом подлёдного лова и взвесила улов. Если на Печоре в районе острова Нырдии повсюду слышен хруст льда, значит, пришло время спортивной рыбалки, когда со всей Печорской округи съезжаются любители подлёдного лова на андикскую рыбалку. Межмуниципальные соревнования проводятся не так давно, но уже имеют поклонников. Ой, какой крупняк! Окунь называется! Вот он такой, хищник! Уроженец андига, а ныне житель Наринмара, не упускает возможности на выходных наведать родную деревню, а заодно и порыбачить. Пётр Хабаров – потомственный рыбак. Его отец работал в колхозе «Север», который многие годы был миллионером. За высокие показатели доярки и рыбаки колхоза получали правительственные награды и участвовали во Всероссийской выставке народного хозяйства. И андик – это, так сказать, рыбацкая деревня. Здесь все рыбаки. И как её смотреть, от кого она начиналась, рыбаки сюда приехали первыми. Так что без этого никак. И всегда с удовольствием приезжаю на рыбалку. Ух ты, ух ты, вот! Вот это, вот! Вот вам повезло. О, кушок, видите какой? Вот. И на уху пойдёт уже. Алексей Торопов – тоже заядлый рыбак. По выходным вместе с женой, захватив удочки, отправляется на реку или озеро. Благо, водоёмов вокруг Нель-Миноноса, где живёт Алексей, на любой вкус. Для жителей деревни они служат местом досуга и источником пропитания. Что-то можно приготовить, вот, крупных окуней. Сороги там, куда идут, на котлеты. Окуней варят, щуку жарят там. Тоже разное всё везде идёт. Когда говорят, на рыбалке женщинам не место, антикская рыбалка не в счёт. Здесь женщины – полноправные участницы и помощники своим мужьям. А чтобы не замёрзнуть за два часа соревнований, они участвуют в конкурсе «Быстрый ледобор». Мама, давай! Мама, давай, 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 давай! Эдюля! Вокруг буру крутись! Давай, 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 давай! Эдюля, быстрей! Ещё, ещё, ещё чуть-чуть! Вокруг буру крутись за ещё! О, е-е-е! Давай! Ещё! Ну, что самое сложное в бурении? Что нужно? О, силу надо! Я вообще первый раз участвовала в таком конкурсе, но победила. Соревновались в ледобурении и мужчины. Но главный приз – Кубок соревнований по подлёдному рыболовству – достался победителю в номинации «Самый большой улов». Участник из Наринмара за два часа поймал 6 килограмм 780 грамм окуней. Для хорошей рыбалки важна снасть, удачное месторосположение, знать рельеф или найти нужный рельеф, где рыба обитает. И хорошая наживка, хорошее настроение. Награды получили и победители в номинациях «Первая пойманная рыба», «Самая крупная пойманная рыба» и «Разнообразие рыб улова». Завершился семейно-спортивный праздник совместным чаепитием. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». А теперь о том, что ещё интересного произошло в стране и в Неницком округе в рубрике «Новости короткой строкой». Ипотечные платежи для молодых семей будут удешевлены. Механизм удешевления в ближайшее время разработают агентство по ипотечному и жилищному страхованию совместно с Минстроем. Вероятно всего, при разработке механизма, отмечают эксперты, будет использоваться уже имеющийся положительный опыт регионов. Когда при рождении двух детей процент по ипотеке снижают на 50%, а при рождении третьего – на 100%. Все российские дети-сироты в ближайшее время получат собственное жильё. Глава Кабмина Дмитрий Медведев дал соответствующее поручение о проработке дополнительных мер на этот счёт. Как говорится на сайте Кабмина, Миноборнауки России, Минтруду и Минфину совместно с государственными органами исполнительной власти субъектов, необходимо проработать комплекс дополнительных мер, направленных на получение жилья детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также исполнение судебных решений по данному вопросу, вступивших в законную силу. Законодатели Ненинского округа обсудили меры по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе обсуждения участники заседания обратили внимание на проблему социального сиротства в регионе, основной причиной которого считает алкогольная зависимость родителей. По итогам заседания депутаты приняли ряд рекомендаций. Среди них включение в работу членов общественной палаты Ненинского округа по привлечению социально ориентированных НКО, по профилактике социального сиротства в регионе. Кроме того, по мнению депутатов, в каждом муниципальном образовании должна быть встроена эффективная система по профилактике социального сиротства. Также парламентарии рекомендовали Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа проработать вопрос о кадровой обеспеченности профильных учреждений. В Ненинском округе формируется список получателей субсидий для переселения в климатические благоприятные регионы на 2017 год. Срок подачи заявлений в целом на участие в федеральной программе не ограничен, но для включения в сводный список граждан-участников программы, изъявивших желание получить сертификат в следующем году, заявление необходимо предоставлять ежегодно с 1 января по 1 июля. Выдача сертификатов идет в порядке очередности, которая формируется, исходя из срока подачи документов, а также в соответствии с приоритетами, обозначенными федеральным законодательством. Более 60 безработных Ненинского округа освоят новые специальности. Профессиональная подготовка безработных запланирована по 8 образовательным программам, наиболее востребованные в Ненинском округе. В настоящее время центр проводит процедуру торгов для подготовки будущих поваров, продавцов продовольственных товаров, слесарей, сантехников, электромонтажников по освещению и осветительным приборам, делопроизводителей, государственных и муниципальных управленцев. Полуторамесячные курсы по 8 специальностям запланированы на май текущего года. Врачи передвижного отряда обследуют жителей от Тельвиски до Шойны. Сегодня от таларинголог передвижного отряда начнет плановую работу в Тельвисочном сельсовете. А врач-акушер-гинеколог возвращается с Тимана. Он работал в поселке Индиго. Врач-офтальмолог передвижного отряда ведет плановую работу в поселке Шойна. В Великовисочном работает педиатр. Передвижной флюоротряд Центральной районной поликлиники Заполярного района планирует вылететь в Волангу, Кию, Шойну 6 апреля. Далее по плану флюоробследование населения поселка Красное. Кроме того, 5 апреля врач-психиатр-нарколог отправится в ОМУ для профилактической работы со школьниками-подростками. В конце апреля расширенная бригада врачей вместе с передвижным флюорографическим отрядом отправятся в муниципальное образование Канинский сельсовет. В заповеднике Ненецкий долгожданное пробуждение. Медведь Миша вышел из спячки и готов к приему гостей и угощений. После долгой зимней спячки в Ненецком государственном заповеднике проснулся Мишка. Косолап он ему 24 года и это весьма солидный возраст. За свою жизнь лесному жителю пришлось многое пережить. Его еще маленьким медвежонком поселили у себя сотрудники одной из фирм города. Потом Мишка оказался на городской свалке, где прожил почти 5 лет. Два года назад жизнь хозяина тундры изменилась. После переезда в заповедник Ненецкий он получил новую жизнь. Пробуждение Наринмарского любимца, медведя Миши, решено было сделать особенной датой в жизни горожан. Ему устроили настоящий праздник с самоваром, играми и угощениями. На Мишкиных потягушках побывала и наша съемочная группа. Проспав полгода, Михаила Потапыч встречает гостей. Он готов без устали демонстрировать все свои умения, словно доказывая, что рад встрече. Он добрый. Он трассированный. Он все ест. Ходил. Сучился хозяина. Когда ему подавали там палку специальную какую-то, он показывал зубы. Хозяин медведя Дмитрий Леонов, сотрудник Ненецкого заповедника. Он на протяжении трех лет ухаживает за косолапым, кормит, убирает клетку и следит за порядком. Да, в прошлом году проснулся, когда я приехал с отпуска. И проснулся, вышел ко мне и на следующий день уснул. Поздоровался, все в порядке, сказал и уснул. А вы, получается, у него ассоциируетесь родной запах, да? Уже знакомый такой? Да, он выйдет ко мне узнать, что с моим запахом еда. Ему будет еда. И поэтому он всегда меня приветствует. Какой бы он больной, там не было. Либо бывает медведь такой, что он не выходит и днями. Дима, а вы сами к нему привыкли? Ну, конечно. А скучали в отпуске? Скучал, конечно. Пока Дмитрий Леонов демонстрировал Мишкины умения, пришедшим на праздник, его супруга и коллега Юлия Леонова делала аквагрим девчонкам и мальчишкам. Все собранные средства от востребованной у детворы услуги пойдут на создание учебно-экологической тропы, куда будут приходить школьники и постигать законы северной природы. Чтобы они, когда не приходили официально сюда и тут на Мишку посмотреть, чтобы мы еще смогли с ними позаниматься и рассказать не просто о медведе, а о природе родного края. Эта тропа будет с различными станциями, на которых будет интерактив, где дети, приходя с нашим экскурсоводом, с нашим методистом, смогут узнать о том, какие животные обитают на территории не только заповедника, но и Ниньского округа в целом, какие у нас произрастают растения, какие птиц можно увидеть, зверей. У благой инициативы сотрудников заповедника появились сторонники. Компания «Виста-сервис» и «Башнефть-полюс» финансово помогут в обустройстве учебно-экологической тропы в районе вольера Бурова-Медведя. Все мероприятия проходят в рамках большой международной акции «Марш парков», которая направлена на поддержку охраняемых природных территорий. «Башнефть-полюс» помогла финансово на сбор средств именно для построения этой экологической учебной тропы, которая всего скорее откроется в сентябре, как раз к началу учебного года, именно для того, чтобы дети наши могли сюда приходить, общаться не только с медведем, но и вообще с природой и познавать ее. Потому что в век техногенной нашей цивилизации нам, конечно, очень не хватает какого-то общения именно с природой, с живыми существами, и не забывать, собственно, про то, где мы живем и как мы живем, и не забывать про нашу природу. В сентябре сотрудники заповедника планируют открыть тропу, которая поможет воспитывать у наших детей чувство гордости за наше природное достояние и ответственность за друзей наших меньших. Апокат Аптыгин ждет всех в будние дни с 8.30 до 18, а выходные с 10 до 14. Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.